Здравствуйте! Сегодня тема номер один на планете появился новый коронавирус в Китае. И поводом для написания этого видео послужила высокая смертность. Она в десятки раз выше, чем смертность от даже самого опасного гриппа типа А. Хотя клинические признаки в разгаре болезни они похожи. Повышение температуры выше 38 градусов по Цельсию. Общая слабость. Недомогание. Першение в горле. Сухой кашель. Они не уникальны. Эти признаки в разгаре болезни и при коронавирусной инфекции, и при гриппозной инфекции. Почему же смертность выше? Думаю, что я знаю ответ на этот вопрос. А если вы досмотрите это видео до конца, вы тоже его будете знать. И поймете, что вам делать. А также вы узнаете про уникальную группу людей. Даже, я бы сказал, две группы людей. Риск развития осложнений, у которых при коронавирусной инфекции, а также при гриппозной инфекции, значительно выше. И это не только дети. Особенно дети до 6 лет. Они всегда переносят плохо. Новые инфекции для иммунной системы. Новая, серьезная задача. А также люди в возрасте 60 и выше. Когда сопутствующие заболевания кардиореспираторной системы и других систем. Могут осложнять течение любой инфекции. Есть совершенно уникальная группа людей, о которых вы узнаете. Возможно, и вы к ней принадлежите. И у вас появится мотивация все-таки что-то делать для своего здоровья. Чтобы в случае, если коронавирусная инфекция из Китая окажется уже где-то рядом с вами. Чтобы вы смогли вылечиться без осложнений. Ну и не дай бог, без летального исхода. И также, как же сравнить этой инфекции? На первый взгляд кажется, что более коварен сезонный грипп. Неважно, А, Б, либо С. После периода заражения. Идет продромальный период, в котором человек не чувствует болезни. И вдруг, на фоне полного здоровья, повышения температуры выше 38 градусов. Кашель, першение, общая слабость, недомогание, боли в суставах, мышцах. Которые требуют внезапно, вот прямо здесь и сейчас, изменить образ жизни. Изменить систему питания и употребления воды. Если вы все сделали правильно, вы несколько дней гриппозную инфекцию сопровождаете правильно. И выздоравливаете с иммунитетом. Я знаю, что говорю, о чем говорю. Более 50 опубликованных книг и брошюр. Несколько. Одна из них. Грипп. Профилактика. Лечение. Полноценная реабилитация. Об органах дыхания. Тоже знаю, как их правильно лечить. И казалось бы, здесь все в порядке. Коронавирусная инфекция, она возникает несколько по-иному. Она предупреждает о своем развитии. Инкубационный период, перед классическим проявлением в органах дыхания этой инфекции, составляет от 2 до 14 дней. Во время которого есть специфические признаки, которые могут натолкнуть вас на необходимость совершения определенных действий. Правда, они не такие жесткие, как повышение температуры. Но изменился аппетит. У кого из вас не менялся аппетит по жизни? И это не повод для того, чтобы бить в колокола. Может появиться тошнота, отрыжка, изжога. Но это тоже такие диспепсические проявления, которые тоже не всегда мотивируют начать заниматься своим здоровьем. Усилилось сдутие живота, урчание, метеоризм усилился. Многие живут с этими проявлениями десятки лет. И в принципе мало обращают на это внимания. Те, у кого были запоры, у них может появиться неожиданный бонус. Запор может самоизлечиться на фоне этих проявлений. Те, у кого была склонность по носу, тут, конечно, ситуация будет несколько жестче. Иными словами, если у вас хронический атрофический гастрит или субатрофический гастрит, эрозивный гастрит, хронический панкреатит, дискинезия желчного пузыря, диспанкреатин, синдром раздраженного кишечника. Вот здесь все признаки будут проявляться в большей мере. И у вас больше мотивация заняться своим здоровьем. Хотя бы потому, что в принципе вы и занимались своим здоровьем. Вам только нужно прилагать более интенсивные усилия. Здесь вы тоже можете пропустить начало развития коронавирусной инфекции. А именно это первые признаки инфекции по свидетельству китайских врачей. Именно на них они делают упор, что если у вас изменилось состояние в органах пищеварения, то нужно обратиться за медицинской помощью и выяснить, а не новая ли инфекция развивается в вашем организме и что нужно делать. Потому что температура в этом случае может повышаться, может оставаться в пределах нормальных цифр. И вот эта группа людей 100% попадает в осложнение в случае развития коронавирусной инфекции. Именно здесь, на мой взгляд, заложена проблема и более высокая смертность. Просто пока коронавирус развивается в кишечнике, нарушая работу пищеварительной системы, он этим ослабляет вашу иммунную систему. Не только своим присутствием, не только своими токсинами. Нарушается работа пищеварительной системы, у вас обостряется дисбактериоз, и меньше полноценных витаминов, макро, микроэлементов, белков, жиров, углеводов получает теперь ваша иммунная система. И организм в целом идет ослабление. Вот как только вирус усилился, а ваши возможности вашего организма снизились в какой-то мере, заболевание перебрасывается в дыхательную систему. Особенно это характерно для еще одной группы людей, у которых ослаблена работа печени. Иными словами это дети, подростки, это женщины, это мужчины, у которых перенесен гепатит, плохо вылеченный, или любого пола люди, у которых есть театр гепатит, жировой гепатоз. Иными словами фильтрующая способность печени, очищение крови печенью снижена. Токсины переходят в органы дыхания. И вот здесь развивается респираторный дистресс-синдром, который может вынести приговор любому больному, в том числе и тому, у которого развивается коронавирусная инфекция из Китая. Новая инфекция, которая несколько изменилась, она жестче, пока она пройдет некоторое количество времени, пока выработается у врачей стереотип, как же ее сопровождать правильно, я бы советовал вам не игнорировать состояние пищеварительной системы. И в случае, если оно нарушено, своевременно обратить на это внимание, потому что не имеет значения. Останется новая коронавирусная инфекция в Китае. Либо она преодолеет барьеры, преодолеет границы, и окажется где-то рядом с вами. Не имеет значения. Не имеет значения, работает у вас пищеварительная система правильной или нет. Потому что на переваренной, усвоенной вами пище, только на такой пище работают все органы и системы, в том числе и иммунная система. И в этом случае, если вы правильно сопровождаете, правильно поддерживаете работу пищеварительной системы, то и коронавирусная инфекция из Китая не будет иметь для вас критического значения. Любая другая инфекция. А бесплатным бонусом вы еще получаете увеличение продолжительности жизни. Вздутие живота отнимает примерно 30% жизни. Только вы улучшили работу пищеварительной системы, вы получили еще дополнительный бонус. Можете прожить не только лучше сегодня, но и дольше. Благодаря тому, что пищу перевариваете вы. Ну, на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А в одном из следующих видео вы узнаете еще очень важную, интересную информацию. А именно, я расскажу вам пошаговый алгоритм, что вам нужно делать в случае, если новая коронавирусная инфекция находится в Китае. Или она находится, новая коронавирусная инфекция находится в пути из Китая к вам. Либо находится уже где-то рядом на соседней улице, либо в вашей квартире. В зависимости от удаления от очага инфекции есть четкий прописанный алгоритм и стереотип действий, который я опубликовал в одной из книг «Грипп. Профилактика. Лечение. Полноценная реабилитация». И главы из этой книги я озвучу в одном из следующих видео на моем видеоканале. Чтобы вы их не пропустили, советую вам поставить лайк на это видео. Возможно, напишите комментарий в форуме. Если вы не подписчик моего канала, подпишитесь. Не забудьте нажать на колокольчик. Тогда уведомление о новом виде видео точно попадет вам в почту. И вы его увидите среди первых. И будете точно знать, какие действия вам нужно совершать, а какие не нужно совершать. Чтобы ваша иммунная система могла достойно встретить и новую коронавирусную инфекцию из Китая. Либо сезонный гриб. Либо любых других возбудителей. Любых инфекций. Ну, новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко». Это YouTube. А также «Школа доктора Скачко» в Instagram. Не забывайте набирать кулинарный канал «Диетолога Скачко». Там много полезной информации, относящейся прямо к профилактике различных инфекций. Потому что особенности приготовления различных блюд, напитков определяют способность вашего организма, вашей пищеварительностью их переварить и излечь максимум полезных веществ, необходимых вашему организму. До новых встреч на моих видеоканалах!